Приветствую вас, и, к сожалению, тот факт, что вы пришли на наш ресурс и читаете вопросы, тот факт, что вас немного зацепило, обратило ваше внимание на проблему предательства, и, в принципе, вы в этом признаетесь, что вы знаете, что это такое. Вы знаете, то, что вы говорите, то, что вы пишете, вы пишете про ценность верности, про то, что людей, которые ждет бумеранг, очень сильно по своей сути напоминает защитный механизм. То есть вы верите в то, что человек, который лично вас предал, он в итоге получит свое, то есть получит своего рода какое-то наказание. Это ошибочно, потому что главная мысль в том, что человек, который предал, он не получит никакого наказания, если только предательству не было продиктовано слабостью. То есть слабость в каком плане? Вот есть отношения, есть какая-то хорошая сильная связь между людьми. И человеку, одному из партнеров этих отношений представился соблазн. Ну, просто соблазн, скажем. Кто-то пришел к нему, допустим, ну, для примера, и сказал, вот, я дам тебе, там, допустим, миллион долларов, там, ну, да, такой очень бонарный пример, миллион долларов, если ты, скажем, уйдешь от человека, и у человека выбор, слойный эмоциональный выбор. Либо ему остаться любимым, либо взять деньги, деньги большие. И если человек слаб, если человек сомневается, допустим, в себе, если человек как-то сомневается в своем партнере, да, если человек недостаточно уверен в себе, то он, естественно, деньги возьмет. А партнеры бросают. И вот в этом случае, вот в этой ситуации, да, такого человека, например, потому что слабость, которую он проявил, является чертой его характера. И если он проявил эту слабость один раз, он проявит ее еще раз. И такой человек в итоге останется один один. Потому что соблазны всегда были, есть и будут. Не понимать этого, значит не иметь представление о мире. Такой человек не обладает в должной степени самосознания. Он не понимает мир, он не видит себя в этом мире, он не нашел себя в этом мире. Думаю, лично говорить, что такому человеку нужна помощь, помощь психолога, для того, чтобы осознать себя, найти свое место в мире и больше уже не сомневаться. То есть эффект бумеранга, о котором вы говорите, ничего так реального в себе не несет. Это неизбежные последствия деструктивного поведения человека, продиктованные его внутренними проблемами. Но есть еще и другое предметство. И этот вид предательства, не сказать, чтобы более распространен, конечно, нет. Но этот вид предательства, он как бы не менее важен. Он ничем не уступает предыдущему. И тонкость его в том, что человек предает потому, что никогда не был тем, кем его видел. Тот, кого он предал. И вот эта разница восприятия, когда один человек видит другого как, допустим, любимого человека, а тот видит первого как просто временного партнера и друга и позволяет так себе относиться. Вот такая ситуация, такой расклад, исключает негативные последствия для того, кто предал. Потому что человек изначально не был эмоционально связан с другим. У него изначально не было стимула для того, чтобы быть верным такому человеку. И это означает, что в других отношениях у него будет все в порядке. Да, человек поступил в некоторой степени амарант, когда бред. Но, опять-таки, незаинтересованность эмоционально в ком-то не создает блоков для поведения в своих интересах. Мы действуем в чужих интересах тогда, когда существует эмоциональная связь, чувства. А если чувств нет, то откуда взяться действием в чужих интересах. И в этом случае человек, которого предали, видел предателя просто-напросто не в той форме, не в том образе, которым тот для него являлся. И это проблема, как ни странно, того человека, которого предали. Он самостоятельно заключил себя в иллюзию. Он самостоятельно обманывал себя. Целенаправленно, не осознанно, неважно. Он себя обманывал. И в данном случае предательство, ну, выступает тем, что тот, кого предали, мог предвидеть, но не хотел. Силу иллюзорности своего мышления. И в данном случае, такому предателю ничего не будет. И в данном случае, все, что вы пишете, по сути дела, ну, справедливо, лишь отчасти. Потому что нету чувств, нету заинтересованности, нету стремления. А это очень важно. Вот на этот момент я хотел обратить ваше внимание, чтобы вы не путали и различали виды и, скажем так, мотивы. Для более лучшего понимания этого синуса. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Подписывайтесь на мой канал. Обращайтесь. Продолжение следует. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...